В 1942 году, 15 ноября, всех евреев арестовали и завели в один дом. Закрыли окна, двери, а в 6 часов утра, 16 ноября, нас погнали в парк, где была приготовлена яма. Загнали нас в конюшню и велели раздеться до нижнего белья. На смерть уходили семьями, уходили в одиночку, и вот и подошла моя очередь. Стою я перед Гохманом, разделась до нижнего белья, а недалеко от меня стояла маленькая девочка и все кричала, не трогайте мою маму, моя мама хорошая. Вдруг мелькнула мысль сказать, что отец мой украинец, и Гохман велел меня увезти в селью права на допрос. Когда немцы пришли из парка, их шинели были в крови от того, что они добывали ногами раненых людей. Я когда стояла над джемой уже, и этого стояла раздетого до нижнего белья, я видела, как брата увели, на руках у него жена была, видно, в обморок у нее. И дети взяли за штаны, 4 года католику, а Давидку было 12 лет, и он пошел до ямы. Когда он дошел до ямы, что было дальше? Там расстреляли всех. А кто в него стрелял? Кто в него стрелял? Не видела. Каждый полицейский должен был убивать 6 людей, так что каждый стрелял. А вот как звали полицейских, которые в расстреле участие принимали? Полицейских? Коробков, который издевался надо мной всю войну. Коробков, Цитульский, Балабановский, Яблоновский, Сытник Иван. И Худобенко, Яськов, всех я знала. Они все стреляли. Кроме полицейских, кто еще принял участие в расстреле? Никто. Немцы не стреляли. Только украинцы, полицейские. А немцы где были тогда? А немцы где были тогда? Гохмрифобы наблюдал там. Гохмрифобы наблюдал там. Продолжение следует...